Мы приехали куда? На Октябрьскую, 22. Место уже давно всем известное. Всем, кто смотрит программу Автостоп. По одной простой причине здесь, в СВАвто, самые качественные запасные части. Причем по цене они абсолютно невысоки, если честно. То есть, если мы будем говорить, если вы ездите на ВАЗике, то вы правите запасные части больше, естественно. Тут вопросов нет. Потому что на ВАЗ сделает запчасти 2-3 конторы в России. Все остальное нет. А на МИР. Вот это в большом количестве. И по цене вопроса. По цене вопроса тоже все, в принципе, красиво и идентично. То есть, ценники еще ниже, чем eBay. Очень хорошо, очень хорошо. Это мне нравится. Но сегодня, сейчас мы не будем говорить про запасные части, которые здесь есть в наличии. Сегодня мы поговорим о тех вещах, которые вообще в природе существуют. То есть, в природе существуют поддержанные двигатели и коробки передач. Конечно, говорить о БУ будет сложно. Но мы составим эссе из вещей БУ и новых. Помните, тогда неплохо, когда я вам показывал, сколько здесь запасных частей. Они постоянно увеличиваются и в количестве. А в данном случае они не только в количестве увеличиваются, они и в качестве увеличиваются. К слову о том, вы знаете, сколько стоит фара на МАЗДА МПВ оригинальная? Ну, в пределах, если оригинальная, ну, в пределах 10 тысяч рублей. Это будет оригинальная. В данном случае у нас есть обыкновенная БУшная фара, которую вам также сюда привезли. Теперь другой вопрос. Вот, вы знаете, вот эти вещи, они так же часто ломаются. Ну, вы можете сломать. А может и женщина сломать. А еще, а, к стойлу о том, что у нас скоро будет зима, да? Немножко может подмерзнуть все это дело, да? И опять она сломается. Брать новую, покупать, это денежка стоит. Чего бы не заказать БУшное. И это так же можно сделать. Вот оно, количество тех запчастей, которые вам предлагает и свое авто. Неплохо, да? Неплохо. И это работает для вас. Вы покупаете то, что вам необходимо. И БУшное в том числе. Так вот, как eBay. Там все вещи можно купить. И БУ, и новые. Но здесь дешевле. Вот это я продемонстрирую, да? Это патрон под лампу. Шрус H4. Вот. Вместе с этими делами. С разъемчиками, да? Здесь очень много патронов под лампу. Под лампы, естественно. К сожалению, я не всегда понимаю, почему это делается. Но, тем не менее, наша обязательная штука в нашем движении по территории России – это включение ближнего света фара. Я сейчас немножко объясню об истории отношений. То бишь, у машины существует ближний и дальний свет. Но, как правило, в нормальных странах ни на ближнем, ни на дальнем свете никто не ездит. Потому что в Америке, допустим, в 6 часов вечера все машины уже стоят дома. Вы кушаете и ложитесь спать. Вот. Я так понимаю, что и во всех странах то же самое, да? То есть, если мы будем говорить о нашей дивной стране под названием Россия, да? Во-первых, эта страна очень интересная. Очень холодно. Если честно, то всего 3% мирового населения живут в таких замечательных странах. Или вы думаете, что в Норвегии и Финляндии тоже холодно? Нет. Там, извините, гольфстрим окутывает эти течения. И там тепло. Вот. И если вы думаете, что в Аляске все тоже просто холодно, то там другое течение идет вверх. Так оно немножко поднимается и вниз опускается. То есть, там тоже, в принципе, тепло. А внутри в Аляске-то никто и не живет. Ну, и в Канаде тоже. То есть, все живут там, где есть побережье. Это очень вкусно. И рыба там есть. Не то, что у нас. Представляете? И Россия. Вот. То есть, это из тех 3%, которые живут не в тропиках, субтропиках и на экваторе. И вот тогда, когда у нас очень холодно и зима, везде и всюду еще лето стоит. Ну, в смысле, нормальная погода. И, естественно, вариант. Раз мы ездим на ближнем свете фар, то контакты окисляются и ломаются. То есть, рано или поздно вы также сюда придете и купите себе вот эти замечательные штучки. Сами перепаяете или кому-нибудь отдадите. И, кстати, это все не очень-то дорого и стоит. Всего 120 рублей. К слову об этом, что в дополнение вы можете купить, естественно, лампочки для вашего дальнего и ближнего света фара. Так вот, откуда мы можем купить пушные двигатели и коробки? Слава тебе, Господи, мы соединили Владивосток нормальной дорогой с центром России. И поэтому все из моей любимой Японии едет к нам. Итак, откуда мы везем запасные части? К слову о том, что зачем нам везти запасные части из Европы? Зачем? Зачем нам везти запасные части из Америки? Зачем? Давайте все-таки поделимся. То есть, запасные части откуда нам везутся? То есть, а почему не из Японии? И теперь уже помнится такая штука у нас была. То есть, когда машины собираются и делаются везде-всюду. В данном случае, как вы прекрасно понимаете, запасные части на европейские машины, они также производятся в Японии. И также можно оттуда все это дело привезти и цена-то будет не такая, а дорогая. Представляете? Просто везем все из Японии. И вы даже думаете о том, что на Ford вы ничего не сможете привезти. Здравствуйте. Ford и Mazda это одна и та же контора. То же самое Nissan вместе с Renault. Те же самые дела. Представляете, да? То же самое, если мы будем говорить Mercedes и Chrysler. Двигатели-то одни и те же стоят. А они знали? И теперь знаете. И вот все везется оттуда. И поэтому ценники вообще не сильно большие. И в некотором количестве вы даже можете не залазить в ремонт коробки. Потому что видите, какая ситуация возникает. Если была бы у меня такая возможность, я бы съездил бы в Москву и научился. Может быть я это и сделаю. Ремонтировать коробки. Потому что ценники, которые у нас вдувают за это дело, очень космические. За что? Непонятно. Что же там сложного такого разобрать обыкновенную коробку? Там в принципе один вал. И пакетники. Вот и все. Ну и естественно. Есть такие штуки под названием жиклерчики. Как правило, они все идут на 12 вольт. Ну может быть там минус, не знаю. Но в принципе это все есть. И за такие бабки платить на ремонт коробки? Ну я не знаю. Я не знаю. Так вот, если вы попали на коробку, один из лучших вариантов приехать сюда. Возможно. Так наверное так и сделает. Что мы привезем в коробку. Качественную коробку. Дешевле, чем вы сможете ее здесь восстановить. И вот где вы можете купить и двигатели, и коробки. БУ. Да и многое другое. Тоже БУ. Но дешевле ЕБЭ, как и новые запчасти. Здесь на Октябрьской 22 в СВАвто. Вы хотели что-то купить? Или что-то с вашим автомобилем случилось? Такое же бывает, да? Залетели, коробочку пробили, масло все вытекло. А вы ее не увидели. К сожалению, мы сейчас едем в городе Магнитогорске по европейским дорогам. И это очень сложно сделать здесь. Но тем не менее у нас есть товарищи, которые умудряются спалить коробки. Автомат естественный. Еще раз вам говорю, как ездить на коробке автомат. На коробке автомат в 95% случаев надо ехать не торопясь. Но когда нужно будет, она вам стрельнет. То же самое и двигатели. Да, к сожалению, новые двигатели это уже не те двигатели, что были раньше. И в некотором количестве, да и вообще, вы можете купить все это дело БУшное. По одной простой причине во всем мире машины бьются. Во всем мире машины бьются. Но тем не менее двигатели и коробки как-то в нормальном состоянии оказываются. И это все вы можете купить здесь в СВ-Авто на Октябрьское 22.